Это будет хорошая схемка, если у вас мало ресурсов, но все-таки очень хочется сделать какой-нибудь ядерный реактор. Повторюсь, это самый топовый ядерный реактор, который состоит из одного блока ядерного реактора и работает на уране. Что равно 45 обычным генераторам, и это всего лишь-то из одного блока ядерного реактора. И всем привет, друзья, с вами Картофан. И сегодня я вам покажу топ-5 самых дешевых и самых эффективных схем ядерных реакторов в моде Industrial Craft 2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но мы начинаем. На самом деле это будет не топ-5, а топ-6, потому что первый реактор у нас будет просто самый неэффективный, и я даже не советую его делать, но мы все-таки его тоже рассмотрим. Ну и давайте мы с вами начнем с нулевого места. Это ядерный реактор, который будет вырабатывать 5 EU за тик. Давайте мы посмотрим на его схему. И вот так будет выглядеть его схема. То есть здесь всего лишь-то один топливный стержень из урана, и также один теплоотвод. Давайте мы его с вами включим, и смотрим, здесь у нас будет вырабатываться 5 EU за тик. Этот ядерный реактор абсолютно безопасный, и вам здесь нужно будет менять всего лишь-то топливный стержень. И этот реактор заменит вам 5 солнечных панелей. И примерно с вот такой вот скоростью будет поступать энергия в приборы. Я не советую делать вам этот ядерный реактор, потому что намного дешевле будет сделать какой-нибудь обычный генератор, который работает на угле. Потому что он у нас будет вырабатывать 10 EU за тик, а этот у нас вырабатывает всего лишь-то 5. Если у вас нету достаточного количества урана и также вот этих вот всех компонентов, тогда я просто не советую его делать и заменить его какими-то другими способами. Допустим, либо ветряками, либо же даже лучше обычными генераторами. Но мы с вами переходим к следующему реактору, и этот реактор уже вырабатывает 20 EU за тик. И вот так будет выглядеть его схема. Здесь у нас 4 теплоотвода и также 2 топливных стержня. И вот здесь у нас будет вырабатываться 20 EU за тик. И вот так энергия будет поступать в наши приборы от этого реактора. Этот ядерный реактор заменит вам 2 обычных генератора. Это будет хорошая схемка, если у вас мало ресурсов, но все-таки очень хочется сделать какой-нибудь ядерный реактор. Далее идет ядерный реактор, который вырабатывает 25 EU за тик. Но давайте посмотрим на его схемку. И вот так будет выглядеть его схемка. Здесь у нас задействуется всего лишь-то 1 топливный стержень уран. И он у нас будет вырабатывать 25 EU за тик за счет вот этих вот отражателей нейтронов. Единственный минус это то, что эти отражатели нейтронов будут ломаться со временем. И вам нужно будет их менять. Но если они сломаются, тогда просто ваш реактор будет вырабатывать 5 EU за тик. Давайте мы его с вами включим. И вот здесь у нас написано, вырабатывается 25 EU за тик. Смотрим в наше МФСУ. И вот так будет поступать энергия. Этот ядерный реактор заменит вам 2 генератора и также 5 солнечных панелей. Либо же 25 солнечных панелей. Ну а далее идет реактор, который будет вырабатывать 60 EU за тик. Вот так будет выглядеть его схема. Здесь у нас используется 4 топливных стержня уран. 4 разогнанных теплоотвода. Компонентный теплоотвод. 2 компонентных теплообменника. И также обычный теплообменник. Давайте мы его с вами включим и смотрим, здесь у нас вырабатывается 60 EU за тик. Смотрим далее в наше МФСУ. И вот так будет поступать здесь энергия. Эта схемка является хорошим вариантом для реактора, который состоит из одного блока. И этот ядерный реактор заменит вам целых 6 обычных генераторов. Ну а далее идет самый топовый ядерный реактор, который состоит из одного блока и работает на уране. Он у нас будет вырабатывать 120 EU за тик. И вот так будет выглядеть его схемка. Здесь у нас используется 8 разогнанных теплоотвода, 4 компонентных теплоотвода и также 2 четверных топливных стержня уран. Давайте мы его с вами включим. И здесь у нас написано 120 EU за тик. И вот так будет поступать энергия в наше МФСУ. Повторюсь, это самый топовый ядерный реактор, который состоит из одного блока ядерного реактора и работает на уране. И этот ядерный реактор заменит вам целых 12 генераторов. Но далее идет самый топовый ядерный реактор, который у нас состоит из одного блока и является безопасным. И он у нас будет работать на топливе мох. Давайте мы его с вами включим. И вот у нас вырабатывает целых 450 EU за тик. И состоит он у нас из 4 компонентных теплоотвода, 10 улучшенных теплоотвода, 2 сдвоенных топливных стержня мох и также 2 топливных стержня мох. Здесь я его нагрел до 99 и 96. Если вы не сделаете правильный нагрев, тогда он у вас либо взорвется, либо будет вырабатывать малой энергии. Но если вы его максимально разогрели, тогда он у вас будет вырабатывать 450 EU за тик. Что равно 45 обычным генераторам. И это всего лишь-то из одного блока ядерного реактора. Плюс этот ядерный реактор является еще и безопасным. Если его сделать небезопасным, тогда он будет вырабатывать еще больше энергии. И вот так вот будет поступать энергия в МФСУ. Кто не знает, как правильно нагревать эти ядерные реакторы, тогда посмотрите мой гайд по ядерным реакторам. Там я все подробно рассказал. Ну и давайте мы с вами пробежимся еще по этим всем ядерным реакторам. Первый реактор я вообще не советовал вам строить, потому что это просто пустая трата ресурсов. Лучше его заменить либо же одним генератором, либо же даже большим количеством. Второй реактор у нас равен двум обычным генераторам. И вам решать строить его или нет, но я бы все-таки не советовал, потому что вы слишком много ресурсов на него потратите. Лучше бы сделали побольше генераторов. Далее у нас идет просто эффективный наш первый реактор. То есть здесь у нас используется один топливный стержень уран и вырабатывает 25 EU за тик. Его строить я бы тоже все-таки не советовал. Ну а следующий реактор я бы советовал построить, потому что он у нас достаточно дешевый и вырабатывает уже целых 60 EU за тик. Что достаточно хорошо. Следующий реактор является самым топовым реактором, который состоит из одного блока реактора и также работает на уране. Он у нас, повторюсь, вырабатывает 120 EU за тик. И этот реактор я явно советую. Ну и последний реактор у нас работает на мох, состоит из одного также блока и вырабатывает целых 450 EU за тик. Столько же энергии будет вырабатывать самый топовый большой ядерный реактор, который будет работать на уране. А здесь у нас всего лишь один блок ядерного реактора и вырабатывает целых 450 юзотик, это реально круто. Повторюсь, 450 юзотик равно 45 обычным генераторам. Ну а с вами был Картофан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!